Здравствуйте! Сегодня у нас будет такое вот видео про Дама из Южной Австралии. И с нами Светлана Руфто. Здравствуйте! Здравствуйте! С чего я хочу начать этот вопрос? Очень много приходит запросов на эту тему. И что я вижу из этих запросов? Что основная масса людей не понимает, что это не какая-то новая виза, а это все та же временная, рабочая, 482 виза под labor agreement, но с несколькими послаблениями. То есть вот это я хотела бы первое уточнить в данном интервью, скажем. То есть что это обозначает? Что у вас все равно должен быть работодатель. Просто у этого работодателя есть больше возможностей, потому что, а, больше специальностей порой в этих листах существует, и для вас это тоже может быть более позитивно, потому что даются разные более легкие моменты. В отношении английского, например, это вообще, как правило, во всех дамах. Потому что, опять же, надо отметить, что наша южноавстралийская дама, то есть это специальный договор между правительством Южной Австралии и правительством Австралии, который позволяет вот таким образом нанимать работников. И это не первый такой договор. То есть этот договор первым вообще-то была у нас в Нос-Интеатрии, были первыми. И у них он просуществовал пять лет, и сейчас они его возобновили. Также такой договор есть сейчас в Вест-Австралии, начнется со следующего месяца или с июля. И такой же договор есть в определенных зонах. Это все на определенные региональные зоны. И такой же договор есть и в Виктории, тоже на региональную зону. То есть, в общем-то, получается, что вот мы совсем не первые. Но все равно это очень хорошо, потому что Южная Австралия все-таки действительно региональная зона, и здесь есть потребность в большом количестве работников. То есть, опять же, что должно быть? Должен быть работодателем, который заинтересован. Работодателем должен искать именно человек, да? Да, бесспорно. То есть, никто вам его не найдет? Нет, никто, к сожалению, не найдет. То есть, это либо у вас уже есть кто-то знакомый, кто здесь так работает, какие-то родственники, которые кого-то знают. То есть, предоставить какой-то список работодателей или сказать, давайте, пожалуйста, передавайте свои данные, вот тут работодатель, конечно, он хочет, и вот все сейчас сложится. К сожалению, увы, нет, нет. Такого, к сожалению, нет. Но, тем не менее, в чем же все-таки отличие обычной 482 визы и вот, так сказать, вот это же 482, но через это соглашение? Если на обычной 482, во-первых, там есть два, три стрима, да? То есть, первое, это просто temporary, абсолютно временная виза, по которой можно прожить, проработать два года, под этим еще прожить, проработать два года и на этом все закончится. То есть, она не ведет никаким постоянным визам. Естественно, есть список специальностей, по которому, только по которому может работодатель приглашать работника. Есть такая же виза в другом стриме, которая позволяет прожить, проработать четыре года до четырех лет и дает возможность через три года работы податься на постоянную визу. Нынешний 187, который тоже будет, вот, меняться с ноября этого года, к сожалению, если кого-то заинтересовала эта коробка информации, посмотрите наше предыдущее видео, мы давали информацию по поводу изменения относительно этой визы с ноября, да, с ноября этого года. Вот. И вот этот Lab Agreement, то есть это опять же Agreement между правительством штата и правительством Австралии на определенные специальности. И вот дополнительно к этому, вот это так называемая DAMA, Designated Area Migration Agreement. Свой отдельный список, другой уровень языка, он ниже, то есть в данном случае нужно всего показать четыре с половиной в целом, но не ниже четырех в каждом из компонентов, если мы говорим о системе IELTS. Другое послабление, это то, что работодатель может назначить чуть более низкую зарплату, годовую. Казалось бы, это не так хорошо для человека, который подает на эту визу, но однако по некоторым специальностям, та зарплата, которая требуется для 482 визы, это минимум 53 900 в год, плюс еще то, что платит пенсионный фонд, здесь 10% скидки. То есть по некоторым специальностям это нормальная реальная стоимость работы, зарплата, и это может тоже помочь работодателю сказать, хорошо, я вот возьму такого человека на такую зарплату. Плюс увеличен возраст, потому что наверняка вы знаете, что для перехода на постоянную визу сейчас все программы до 45 лет. В данном случае вот эти специальные договоры, они поднимают этот возраст в каких-то специальностях до 50, в каких-то даже до 55. Если мы говорим конкретно про Южную Австралию, у нас два отдельных листа. Один распространяется на специальности, связанные с технологиями и инновациями, и эти люди будут работать именно в метрополитен-эрии. Как бы смешно это ни звучало. И другой список, он распространяется на специальности более широкого спектра. И интересно что? Что опять же надо смотреть, какая именно эта специальность, даже если работодатель заинтересован. Потому что таблица приводит вот эти послабления для каждой специальности отдельно. И для некоторых послаблений нет никаких, вообще, совсем. То есть оно даже не ведет в постоянной визе через этот договор. Просто этой специальности, например... И специальности достаточно много, кстати. И тем более Южная Австралия нам говорит, когда задается вопрос на эту тему, он уже так даже говорит о том, что это будет возможность перейти на постоянные визы. А я могу сказать, ну, мы в течение первого года будем смотреть на эти специальности особенно внимательно. И если мы увидим, что да, такая необходимость есть, мы бесспорно это будем делать. И я могу сказать по своему опыту работы в Южной Австралии с иммиграничной СССР. Они реально работают, с ними очень хорошо контактировать. Они прекрасно идут на контакт, готовы что-то обсуждать. Это не значит, что они дадут послабление какому-то определенному человеку. Но, по крайней мере, в отношении выяснения каких-то вопросов, уточнения, они всегда очень открыты для этого. И они реально стараются, заинтересованы в том, чтобы наш штат... И прилечь, и держать. Да, прибегался, и люди, да, именно, приезжали и работали, и оставались, и были этим довольны. Ну, вот такой еще, наверное, интересный факт можно добавить, что, наверное, вы знаете, что, в принципе, все специальности в листах, они проистекают из общего листа австралийских и мазеландских специальностей. Так вот, например, в листах для этих, для этой дамы, есть четыре специальности, которые не указаны в этих листах. И для технологий и инноваций это Digital Artist, Senior Digital Artist, и для второго листа это Production & Cultural Artist и Senior Production & Cultural Artist. То есть, ну, интересный такой момент. Да, ну, кому-то может быть, да, это более расширено со всех точек зрения, это просто дает больше возможностей. Но, пожалуйста, помните, что это обычная, в общем-то, рабочая временная виза, которая по многим специальностям дает возможность перейти на постоянную, но не какая-то отдельная виза. Да. И там есть, если вы посмотрите на сайт вот этой вот дамы, да, там есть напротив каждой специальности определенные галочки, да, то есть, там, английский язык, возраст, скидки определенные, там, по профессии, это не значит, что на одну и ту же специальность сразу у вас будут скидки по всем этим параметрам, да, поэтому посмотрите внимательно. То есть, если у вас есть какая-то возможность, такой работодатель теоретически имеется, бесспорно нужно открыть этот лист, посмотреть, есть ли там ваша специальность и что она дает. Потому что, как мы говорили до этого, по некоторым специальностям нет никаких преимуществ совершенно, но преимущество то, что возможно подать, в принципе, и приехать хотя бы на сколько-то, и ожидать каких-то изменений, которые, возможно, будут в будущем. Там, в этом митрополате, в списке около 60 профессий, а в региональном 140 профессий. Да, в принципе, да, выбрать можно. Ну, все, спасибо, Светлана. Пожалуйста, спасибо вам. До свидания.